Добрый вечер, я Алексей Лихман. Давайте вместе проанализируем главные подробности уходящей недели. Недели, которая совершенно неожиданно получилась, ну, пожалуй, одной из самых громких в этом году. Все-таки в Верховной Раде оказались сразу пять представлений о лишении депутатов такого важного для них иммунитета. И это за считанные дни до летних парламентских каникул. На последнюю июльскую рабочую неделю политики и так откладывали все самые сложные решения. Однопенсионная реформа чего только стоит. А тут еще и вопрос о неприкосновенности дополнительно расколет зал. Для каких решений у депутатов все-таки есть голоса? И каких еще сюрпризов они ожидают за оставшееся до каникул время, узнавала моя коллега Екатерина Лысенко. В свою предпоследнюю рабочую неделю депутаты посвятили не столько борьбе за законопроекты, сколько внутренним войнам. Первый бой на поле взаимных претензий начал глава фракции Самопомич, объявив голодовку. Есть политическая манипуляция и политический тиск не принимать твердые побудовые отходы только из Львова. Политика упокорения оппонентов имеет два последствия. Протест и рабство. Львовьяны, как и все украинцы, рабами не будут больше никогда. Андрей Иванович, негайно вы решите проблему со сметтем или добровольно дейте в отставку. Так, и дейте в отставку, потому что вы не можете это сделать. Возможно, голодный протест и мусорная проблема и дальше были бы главной темой, но разгорелся скандал еще более грязный. Сразу двух нардепов коалиции НАБУ заподозрила в получении взятки за регистрацию проекта о добыче янтаря. Якобы цена вопроса 200 тысяч долларов, совместная операция НАБУ и ФБР. Депутаты пошли в словесную контратаку. Ну а дальше больше. Буквально в считанные часы в Раде был уже коллективный список нардепов, которые могут лишиться мандатов. В Блякову и Розенблату добавились еще трое. Галяздовгий из воли народа фронтовик Евгений Дейдей, которого подозревают в незаконном обогащении, и радикал Андрей Лазовой, который, по мнению Генпрокуратуры, уклонялся от уплаты налогов. Ніякий тиск, ніякі репресії проти реальної української опозиції, проти нашої радикальної партії не змусять нас відступитися і підтримати знищення медицини, підтримати підняття пенсійного віку, підтримати продаж найдорожчого, що ми маємо в українській землі. Ми решуче будемо і далі стояти на своїх позиціях. Яка опозиційність? Я ж кажу, вони дуже добре валають на президента, критикують, але потім йдуть і одноголосно голосують все, що їм спускається, яка команда. Все, от вони всі, вся їх опозиційність в цьому і заключається. Пять представлень, які Генпрокурор внес в парламент, тут же попали в профільний комітет, який возглавляє фронтовик. А учитывая, що розмаривати придется представлення на двох однопартийців, можна ли говорить о политической беспристрастності? Теоретично, це можливо. Щоб на цій сесії, до закінчення цієї сесії, до останньої декади липня, ці питання були підготовлені до розгляду. Чи будуть вони розглянути, це вже питання політичне. Ми домовилися через тиждень, тобто з 3 по 7 липня, запланувати п'ять засідань комітету. Це буде політика фракції. І корпоративна така змова депутатів, вона буде максимально затягувати розгляд і регламентним комітетом, і розгляд Верховної Ради. Впрочем, і в БПП і в Народному фронту вже зараз дають зрозуміти, що так просто лишати імунітетів своїх вони не збираються. Обговорювати будь-кого з п'яти наших колег, не бачив жодного матеріалу, яку має направити Генеральна прокуратура, чи то по поданню спеціальної антикорупційної прокуратури, чи з ініціативи власної Генеральної прокуратури, не можна. Оскільки цих документів толком ще ніхто не бачив і не вивчив, не відбувся з засідання регламентного комітету. Некоторые називають агент под прикрытием, в нашому уголовному кодексе і в Європейській Конвенції за щиток права чек, називається провокация взят. Я думаю, що ми будемо читати документы, розбирати. Ну а самая показательная, законодательная схватка была, пожалуй, за бюджет. Правительство захотело его изменить на 24 млрд грн. Мал, деньги нужны на субсидии, бесплатные лекарства, зарплаты в оборонке и медицине. Документ внес премьер в надежде на успех, но наткнулся на неподдержку и даже элементы воспитательной работы со стороны коалиции. Неголосование этого закона приведет к кризи проплат. Я прошу коллег по фракции Блок Петра Порошенко, пожалуйста, поддержите это решение за основу и в целом. Вы дали только 60 голосов, а у вас в зале на самом деле больше. Мне кажется, это важно, чтобы до законопроекта про изменение бюджета были финансовые и экономические оборудования. На жаль, их тут нет. Я понимаю, что ограничения в часу, но вместе с тем. Насколько это поважает к парламенту Украины, Володимир Борисович, когда такие важные документы вносятся за несколько часов. Почему не проголосовал Блок Петра Порошенко и часть Народного фронта? Я думаю, что, может быть, идет какая-то недомовленность по распределу этого бюджета. В итоге 264 голоса в первом чтении и провал в голосовании за закон в целом. Премьер ушел с неокончательным бюджетом, утверждать который предстоит на последней пленарной неделе. На ней же, возможно, и еще одно ключевое голосование за пенсионную реформу, которую на этой неделе, наконец, зарегистрировали в парламенте. Нужно очень важно смотреть в детали, каким образом, какими экономическими показаниями оборудованы эти увеличения, которые сегодня уряд предлагает. Поэтому на сегодняшний день просто сказать, что можно поддерживать тот или иной законопроект, это очень тяжело. Очевидно, что уряд будет говорить людям, что мы готовы поднять пенсии, а вот парламент это гальмует. И, конечно, парламент должен это получать и начать расследование на своем майданчике и дать ответ на ключевые вопросы, в какой способ государство собирается обеспечить всех пенсионеров и при этом ускорочить дефицит пенсийного фонда. Так что последние четыре рабочих дня в парламенте могут оказаться ключевыми и эталонно скандальными и в вопросе реформ, и в борьбе за депутатские мандаты. Екатерина Лысенко, Ирина Романова, Иван Ермаков. Подробности недели. Телеканал Интер.